Вообще согласитесь, это просто ужасно, что даже на вот такие цели, как здравоохранение, деньги из власти приходится буквально выбивать. И суммы, которые депутаты и чиновники выделяют после долгого сопротивления, быстро заканчиваются. А вот дальше люди снова вынуждены продавать последнее, чтобы получить шанс на выздоровление. Причем в большинстве случаев этот шанс реален, только если врачи будут зарубежными. Тему продолжит Любовь кукла. Их связала одна беда. Подруги Настя и Даша познакомились в больнице. У обеих девушек лимфома. В первый раз я услышала диагноз рак, когда мне было 16,5 получается. Сейчас Даша 27, сразу после школы девушка попала на больничную койку. Десятки тысяч долларов, проданное имущество родителей, огромные долги, десятки химии и операций. В итоге, казалось бы, долгожданная победа, но у Даши случился рецидив. История Насти похожа. Свой страшный диагноз она услышала 7 лет назад. Я в том таком молодом возрасте была настроена очень позитивно. Я не впала ни в какую депрессию, ничего. То есть сразу начала лечение, меня поддерживали родные. Мой молодой человек со мной все время был рядом. Сейчас уже муж. Сейчас Насте, как и ее подруги Даши, необходима пересадка костного мозга от донора. Но таких операций в Украине просто не делают. Таких пациентов лечат за границей. Чаще всего в Германии, Израиле и Турции. Но суммы за спасение жизни колоссальные. От 100 тысяч евро. В заложниках украинской медицины тысячи людей. Кто-то пытается спасаться сам, кто-то надеется на волонтеров, кто-то на государство. В очереди за деньгами от Минздрава 120 тяжелобольных пациентов. Они уже давно называют ее очередью смерти. Ведь без гарантийного письма, в котором Украина обязуется платить больному операцию за границей, люди погибают. Пересадку костного мозга в Украине делают только детям. И только в этой больнице. Правда, за год здесь спасают жизнь всего лишь 30 маленьких украинцев. Но этой цифрой хвастаться невозможно. В Украине щоречно потребуют трансплантации только по диагнозам онкологии и онкогематологии. Близко 300 детей. Делать пересадку костного мозга в Украине разрешено лишь больным до 18 лет. И донором может стать только родственник. Для остальных очередь. И пока вырешивалось вопрос. Там, шукали деньги, ждали в тей черзе в МОЗе на выделение денег, шукали клинику, которая их возьмет. Детина не дочековалася и умирала. Такое было. Это маленький Давид Балан. У него предраковое состояние. Организм ребенка не вырабатывает нужный уровень тромбоцитов. Два раза в неделю мы ездим на анализы. Это минимум. Давид уже даже знает периодичность. Он уже знает дорогу. Мама, я не хочу на коль-коль. Маленькому Давиду срочно нужна пересадка костного мозга. Родители донорами стать не могут, не подошли. Выход один. Операция за границей. Клинику уже нашли в Турции. Вот только, чтобы спасти мальчика, нужно минимум 120 тысяч долларов. Эта сумма для семьи неподъемная. Они живут в крохотной однушке, продали все, что могли. Обращались за помощью ко всем. И сейчас Давид Балан, один из 120 пациентов, в очереди за помощью государства. Что такое искать спасение за границей, знает Инна Жмут. Женщина ходила по врачам в Украине год. Пыталась понять, почему у нее постоянно держится повышенная температура и не проходит слабость. Ей лечили желчный пузырь, остеохондроз и даже удалили гланды. И только потом отправили на компьютерную томографию, которая показала опухоль надпочечника. Она оказалась злокачественной. Так бывает раз на 2 миллиона случаев. В Украине этот вид рака не лечит. Для моей формы рака нужен определенный препарат, который в Украине, к сожалению, не зарегистрирован. Более того, казалось бы, можно было бы его покупать, например, в Германии. Но в Украине нет определенных тестов, которые бы могли показать, как этот препарат накапливается в крови. Из некоторых стран, где лечат эту форму рака, Инна выбрала Германию. Деньги на лечение родные и друзья Инны собирали через соцсети и телевидение. Ведь сумма нужна огромная. Только один курс химии стоит 7,5 тысяч евро. Брать эти деньги у государства. В принципе, у нас очень сложная бюрократическая система. И собрать документы на то, что ты не можешь по определенным причинам по твоему заболеванию лечиться именно в Украине, это очень длительный процесс. У онкологических больных, как правило, времени на вот такие сборы нет. Инна уже прошла 5 курсов химиотерапии. В Германии она нашла много друзей. Ей помогают и с жильем, и с бытовыми проблемами. Сама Инна по интернету поддерживает людей, которые тоже ищут возможность выехать на лечение за границу. И пытается объяснить немцам, почему украинцы, которым предстоит борьба за жизнь, сперва должны получить шанс на начало этой борьбы. Они на меня смотрят огромными глазами и говорят, как? Ты собирала деньги в Украине? Ты просила кого-то пожертвовать тебе на лечение? Я говорю, да. Они говорят, ты понимаешь, какая штука? У нас страховка. И мы даже не задумываемся, независимо от сложности заболевания, а где брать деньги? Потому что страховая компания покроет лечение независимо от того, какой будет эта сумма. В то время как в Украине люди вынуждены и в дождь, и в холод, и в жару стоять и просить у депутатов, у членов кабинета министров выделить деньги. Люди вышли на улицу и на этой неделе. И депутаты все-таки проголосовали за изменения в бюджет. На лечение дали 238 миллионов гривен, хотя люди просили 400. А это значит, что шанс на спасение появится не у всех. Любовь кукла. Богдан Савруцкий. Наталья Неделька. Татьяна Лагунова. Павел Лысенко. Подробности о неделе. Телеканал Интер.